Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялось ток-шоу, посвященное Острову Любви. На Алим в качестве экспертов по отношениям пригласили Максима Войтыховского и Дениса Козловича. На ток-шоу приезжал и Алекс Гулиев. Развлекала участников и гостей на ток-шоу группа Стрелки. Были озвучены итоги зрительского голосования. Служанкой на острове становится Алиса Огородова. Таким образом, девушка выбывает из борьбы за миллион. Ваня Барзиков наконец-то определился. Его новой избранницей стала Ирина Пинчук. Из статуса служанки она снова перешла в статус участницы и теперь также может претендовать на призовой миллион. Но на поляне к Богдану Бобрику пришли две новенькие девушки. И ведущие в приказном порядке заселили их в комнату Богдана и Насте Волынец. Новенькие девушки Саша и Юля подали заявление в суд на Настю. И в итоге Настю изолировали на 4 дня. Бобрик остался в комнате один с двумя девушками. Одна из них Саша уже зовет его на свидание. А чем же все это закончится, покажет время. Ольга Жемчугова поделилась в сети своими переживаниями из-за погибшей сестры, которую она очень любила. Первое и последнее фото крестной тети с моим сыночком. Через несколько дней я уехала на дом 2 и потом, спустя неделю, случилась страшная трагедия. Ты была мне больше, чем сестра. Ты моя душа и моя жизнь. Подписчики поддерживают Олю, но многие все-таки не понимают, как можно в интернете так рассказывать о самом сокровенном. Вот некоторые комментарии подписчиков. И вся жизнь на показ, и смерть на показ. Не в сети такое переживать надо. Люди все разные, кто-то в себе переживает, кому-то нужно выговориться, причем не важно кому. Это болезнь. Психиатры даже диагноз ставят, когда все в сети, все на показ. Элина Камерен решила подать в суд на руководство проекта дом 2. Девушка возмутила то, что они выложили ее откровенное видео в очередном анонсе эфира. Элина заявила, что это ее личное видео, которое распространили хакеры, взломавшие ее онлайн-хранилище. Все соцсети пошли мне навстречу и по моей просьбе все тут же удалили. Видно же, что оно предназначалось для конкретного мужчины, для моего мужчины. У каждой барышни есть что-то подобное. Многие своим мужчинам высылают грудь или попу, а кто-то и все вместе. Это украденное видео по признанию Элины не только негативно отразилось на репутации молодой мамы, но и повлияло на ее бизнес. Некоторые даже отказались с ней работать. Сейчас вместе с адвокатом Элина готовит судебный иск, в котором потребует компенсацию за моральный ущерб у руководства проекта дом 2. Евгения Перец хочет сделать ринопластику, но девушка еще сомневается и она решила посоветоваться с подписчиками. Ну а подписчики разделились во мнение «Женька, не вздумай, не теряй индивидуальность». А мне кажется, ей не помешает. У девочки фигура отпад, а лицо подкачало. Либерж к подону призналась, что у нее отношения с Денисом Высоцким, участником 17-й битвы экстрасенсов. Хотя подписчики ей не поверили, они считают, что это просто пиар. Вот некоторые комментарии к посту Либерж. Ну конечно, так мы тебе и поверили. Это реклама потенциального победителя? А Джозефа Мунгале куда дели? Вчера же с ним любовь была. Руслана Мишина вся светится от счастья. Девушка встретилась с Семеном Фроловым. Они устроили свидание в кино. Руслана признается, что безумно счастлива видеть Семена, который вытащил ее из депрессии и одиночества. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.